Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Познаем истину» и я ее ведущий Олег Харламов. Апостол Павел пишет в своем послании к римлянам. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Человечество оказалось втянутым в великую борьбу между добром и злом, и, к сожалению, не устояли первые люди перед искушениями Люцифера. В жизнь человеческую пришел грех, а затем и смерть. Но, читая Священное Писание, мы находим, что сделал Господь для человечества. Бог, наш Господь Иисус Христос, одержал победу на кресте над сатаной. Сегодня каждый из нас имеет право и уверенность во спасении. Сегодня тема нашей встречи, друзья, это творение и грехопадение. Мы вместе с гостями нашей студии постараемся ответить на те вопросы, которые открывает Священное Писание. Сегодня у нас в гостях Анатолий Бегас, Феликс Понятовский, Павел Степашко. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый день! Давайте вначале мы прочитаем текст из книги «Бытие», 3 глава, 15 текст. Это особый текст обетования Божьего. Пожалуйста! «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пято». Вы знаете, друзья, при подписании определенных контрактов и соглашений используется такой определенный пункт, как форс-мажорные обстоятельства. То есть, те обстоятельства, которые неожиданно, внезапно, независимо от сторон, которые подписывают это соглашение, могут появиться. Скажите, Бог оставляет за собой право вот таких обстоятельств, когда мы говорим о Его правлении по всем мирозданию? Человек оставляет это всегда в контракте, потому что он не знает будущего. А Бог всеведущий, всемогущий, Он управляет всем, поэтому Ему нет нужды оставлять вот такую мысль о том, что форс-мажорные обстоятельства какие могут наступить. Он знает от начала, что будет в конце. Ну тогда возникает у многих людей, наверное, у наших зрителей, может возникнуть вопрос, хорошо, если у Бога всё было предусмотрено, Вы сказали, что вот таких обстоятельств не может возникнуть в деянии Господних, тогда мы, когда говорим о грехопадении, грехопадение как-то было предусмотрено, может быть, как-то и запрограммировано Богом, что мы оказались в таком печальном состоянии, если Он всё знает от начала и до конца. Ну я бы сказал так, запрограммировано это очень, может быть, громкое слово, и так, наверное, говорить нельзя. Хорошо, я задам другой тогда вопрос. Ситуация, может быть, тогда у Бога вышла из-под контроля, что так получилось? Нет, ситуация не вышла из-под контроля, потому что, как сказал Анатолий Иванович, если Бог, Он Бог всеведущий, то есть Бог всезнающий и всемогущий, то Он знает от начала, что должно произойти наперёд, то есть если это шахматная партия, то все ходы в этой шахматной партии уже просчитаны, и нет никаких других вариантов, которые неизвестны Богу. И получается, что Бог с самого начала Он допустил возможность того, что это будет, но нельзя сказать, что Он это запрограммировал с самого начала. Потому что сталкиваются две свободных воли — Бога Творца и Человека Творения, который тоже имеет свободу воли. и каким путём эти свободные воли будут действовать. Это не прописанная до запятых партия, которая будет, а это расчёт, чем она закончится. И вот в этом разница. То есть Бог изначально знал, что всё-таки вот такое случится? В случае грехопадения Господь предусмотрел определённый план спасения. Мы читаем Писание, конкретно говорят нам, что огнец закладный от создания мира. Прежде создания мира. Но вы здесь упоминаете, в случае, так всё-таки Бог изначально знал, что будет вот такое состояние, будет грехопадение. Или это в случае форс-мажорное обстоятельство возникает? Либо Бог изначально знал, что это будет? Ну как раз форс-мажорное обстоятельство — это то, что не поддаётся никакому контролю. Это вне контроля, мы не можем ничего сделать в этом случае. Но тот факт, что Бог изначально знал, что такое «может быть», и Он предусмотрел действия, которые необходимы для того, чтобы исправить эту ситуацию, оно уже говорит о том, что это не форс-мажорное обстоятельство. То есть Бог всеведущий и всезнающий, Он допускал возможность того, что это может быть. Но опять же, я хотел бы сказать, нельзя говорить о том, что Он запрограммировал, что это обязательно должно произойти. То есть люди могли, да, Адам и Ева, вполне могли устоять в этой ситуации? Конечно. Вполне. То есть не было запрограммировано Богом, что они обязательно, дано им, а может быть, даны какие-то импульсы, побуждения, что они сделали то, что сделали. Это могло случиться и на другой планете, на другой такой земле, во Вселенной у Бога с другим творением. Да, прежде создания мира, это Господь был готов отдать Сына Своего, да, ради того, чтобы спасти, если такое случится. Хорошо, вы коснулись тогда вопроса, почему дьявол был сброшен именно на землю, и здесь он имел такой свободный доступ к людям, он что, имел такой доступ ко всем другим небожителям? И они могли устоять? То есть искушение было его на других планетах, либо только здесь он сюда был сброшен, когда после восстания против Бога Творца, и поэтому он здесь начал активно проявлять себя. Священное Писание говорит, что он имел доступ в начале, а потом Господь его определил, и он был сброшен на землю. Поэтому он имел в начале доступ, но местом он избрал вот эту землю, на которой он хотел осуществить свои планы. Давайте посмотрим, как все было с самого начала. Мы откроем Священное Писание. Итак, книга Бытие. Скажите, вот как все начиналось? Очень интересно. Ну и читая вторую главу, 16-17 текст, мы там читаем о том, что Бог насадил в раю дерево познания добра и зла. Сказал человек, если вкусишь, то смертью умрешь. Может быть, если бы не было дерева, не было бы и трагедии, как вы думаете? Тут не дело в дереве, тут дело, в принципе, послушания и доверия. Но мы говорим, что если бы, знаете, не было определенных таких обстоятельств, потому что, да, можно говорить, что вопрос не в дереве, но все-таки, когда мы читаем, например, третью главу, давайте первый текст. Давайте мы посмотрим, какие конкретные вопросы змеи задает Еве. Давайте мы рассчитаем первый текст. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змею женщине, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Спасибо, но возникает вопрос, все-таки вопрос, связанный с деревом. И подлинно ли сказал Бог? Так, скажите, вообще, Люцифер, он как-то открыто лжо, так говорит открытую неправду, либо он как-то маскируется? Здесь, наверное, сам текст отвечает, что змей был хитрее. Да, он был мудрее, хитрее, и поэтому он не сказал открыто ложь, а он вопросами желает пробудить интерес, и чтобы завязался диалог, и вот в этом диалоге обхитрить женщину. Да, здесь змей, он как бы сомнение, поселить в сердце женщины сомнение. Подлинно ли Бог сказал? А потом уже задаются вопросы. Ну, это было действительно, это хитрый змей такой был искусно, либо это проявление Люцифера, который принял образ змея? Ну, мы знаем о том, что змей – это был и символом, или образом самого сатаны, либо Люцифера. И об этом более конкретно говорит книга Откровения, когда она уже описывает войну между женщиной и драконом. Это, по сути дела, тот же змей, который с самого начала обольщал первых жителей Земли. Ну, сегодня змеи не говорят и не искушают все те, которые ползают, да, все эти гады по земле, они не имеют такой возможности. Сатана использовал просто змея, чтобы… То есть, сатана, он же пользуется такими методами, то есть, он не только использует сегодня змея, да, сатана может говорить даже через близких людей, через посторонних людей, то есть, проявление его… Мы даже читаем в Библии, когда Иисус Христос говорит Петру, своему апостолу, ученику, «Отойди от меня, сатана!» То есть, в какой-то определённый момент сатана просто вложил в уста Петра какую-то мысль, и Пётр её озвучил. И таким образом Пётр… Стал проводником, да, идеи… Да, идеи самого сатаны, и за что Иисус его и упрекнул. Точно так же и в нашем мире, когда мы живём. То есть, мы живём в мире, где мы слышим очень много голосов, и все нам постоянно что-то говорят. И тут очень важно знать, где голос Бога, а где голос, который… Вы подошли к очень важному вопросу тогда. Благодаря чему можно распознать хитрости дьявола для того, чтобы не оказаться в положении Евы? Если мы говорим, сегодня может быть великое множество разных голосов. Тогда благодаря чему? Ну, интересно, что Бог дал нам и внешние признаки, и внутренние средства для распознания добра и зла. Совесть человека внутри нас, внутри каждого человека, она говорит, уже подсказывает человеку, и он избирает, где добро и зло. И с другой стороны, эта совесть должна ориентироваться на какие-то принципы, на принципы вечного Божьего закона. И вот когда мы смотрим на эти принципы, наша совесть нас то обличает, то осуждает, ведёт или направляет нас по этому правильному пути. То есть, если ссылаться на человеческие какие-то принципы, тогда очень легко впасть в руки того, который борется против человека. То есть, мы говорим, что благодаря чему? Наверное, благодаря Слову Божьему, да? Да. Мы можем устоять, потому что действительно в Слове Божьем написано, как необходимо себя вести по практически настоящей, полноценной человеческой жизни для того, чтобы устоять и быть поистине настоящим человеком. Но мы говорим, что дьявол подошёл, он очень искусный, да, такой хитрый обольститель. Возникает вопрос тогда, либо искушения дьявола очень сильны, либо мы очень слабы, что часто попадаемся на его крючок. Наверное, одно и другое. Да, может быть. Да. Но мне кажется, что дьявол, он всегда использует одни и те же человеческие слабости, на которые он чаще всего ловит или уловляет людей. И эти слабости, они, в принципе, известны всем нам. Это что может быть? Жадность, гордость, похоть. Ну вот, и всё крутится, по сути дела, вокруг этого. Методы изменяются, но, в принципе, остаются теми же. И в этом случае нет разницы между человеком, который жил в самом начале и сегодня. Мы одно знаем, что в нашей жизни Бог любящий и добрый, Он, ну, не попустит нам быть искушаемыми сверх сил. Слово Божие об этом говорит. Вот, например, апостол Павел Коринфянам говорит, «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст вам и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Ну, вы прочитали очень хороший текст, и именно написано, что не даст сверх сил. То что получается, что ещё нету таких сверхусилий со стороны человека, как мы уже падаем. Есть просто искушения. Искушения, они всегда красивы. Ну, может быть, даже не всегда красивы, но как-то объяснимы для человека. Я это делаю, потому что я иначе поступить не могу. И поэтому в нашей жизни случается падение. Красота, проблемы жизни, работа, какие-то семейные обстоятельства, бытовые, которые приводят человека к падению. Ну, на самом деле, нельзя сказать, что я не могу поступить иначе. Если бы я не мог поступить иначе, то тогда грех, он был бы каким-то образом объяснён и оправдан. Но суть-то заключается в том, что у каждого человека есть свобода выбора. И когда у нас есть свобода выбора, я вправе выбирать, как мне поступить. Сделать мне так или сделать мне по-другому. И вот именно здесь, вот именно здесь и заключается то искушение, которое сатана предъявляет человеку. Он хочет его склонить, чтобы он поступил неправильно. Но каждый человек имеет это право выбора. И каждый человек может выбрать правильный путь. И больше того, Господь сказал ему, если ты пойдёшь направо, тебя ожидает вот то, если ты пойдёшь налево, ожидает вот это. Да, и человек уже знает, заведомо знает, когда он избирает этот путь, он понимает, что он избирает путь или путь Божий, или правильный путь, или путь зла. Ну а какую ошибку тогда допустила Ева, что стала виновницей вот такой трагедией? Давайте мы прочитаем второй и третий текст из третьей главы книги «Бытие». И сказала жена змею, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним. Ну вот изначально они считали, что это есть ограничение их прав и свобод, когда она здесь говорит, нет, Бог дал нам всё в питании, но только с вот этого дерева. То есть, какое-то ущемление они чувствовали, если подошёл этот змей и говорит, а подлинно ли сказал Бог и далее мы будем читать то, что произошло. Вот всё-таки в чем была её ошибка? Наверное, была ошибка её в том, что она не послушалась Бога, не доверия Богу. Она зашла на территорию врага. Это всё равно, если бы вы сказали, ну, вы идёте в игровой зал и говорите, ну, я посмотрю, да вы попадаете на территорию, где властвуют другие законы. Там, где вы уже не сможете контролировать себя, где вот это возбуждение и страсть, да, овладевает, азарт овладевает человеком, и человек уже не способен действовать. Ему намного легче было бы просто не идти на эту территорию, да, не быть искушаемыми там, на том месте. Я его сделала как раз, она пошла к этому дереву, где и была... И она заговорила со змеем. Да. Вот этот момент, когда она с ним заговорила, то есть, ей, может быть, нужно было развернуться и уйти, не идти на контакт с ней. Ну, а какая опасность для человека в непослушании Богу сегодня, если уже этого дерева нет? Да, практически у каждого человека есть свое дерево. и оно есть просто, оно может быть другое. Да, это дерево есть, и мы искушаемыми вот этим, да, каждый день в своей жизни, вот поступить так, или послушаться Господа, или избрать свой путь. Ну, давайте мы посмотрим, какой опасности подвергались люди, когда Ева начала говорить со змеем. Давайте мы прочитаем с 4 по 6 текст. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите, их откроются глаза ваши, и вы будете, как Боги, знающие добро и зло». Ну, вы знаете, здесь хочется вспомнить текст, а давайте мы прочитаем из книги Бытия 2 глава и текст 17, пожалуйста. «Дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Ну, скажите, идёт ли речь в этих текстах о конкретной смерти в тот же день? Вы прочитали Бытие 2,17, что Бог говорит? «Ибо в тот день, в который ты вкусишь, смертью умрёшь». Но мы видим, что Адам и Ева не умерли. Так, речь шла о какой-то символической смерти. Если речь шла о буквальной, то почему они остались живы? Бог просто пугал? Здесь можно так сказать, что в тот момент, когда вы это сделаете, вы избираете путь смерти. Это вот с этого момента, когда вы не послушаетесь, вы как бы нажимаете кнопку, когда запускается вот этот, ну, запускает действие вот эта смерть. То есть, механизм смерти, процесс. Действие зла, греха в этом мире. Вот с этого момента они избрали этот путь, путь греха, путь непослушания, который приведёт к смерти в любом случае. Да, и независимо, это сегодня, или это вот как мы сегодня, через 80 лет, но это приведёт к смерти. Ну, и в этот же день, в принципе, люди начали умирать. Да, природа начала умирать. Ну, и люди начали умирать. То есть, уже вопрос вечности человека, он не стоял, да? А в вечном существовании человека. Дело в том, что мы читаем в Библии, в первом послании Тимофея, о том, что единый, кто обладает бессмертием, это только Бог. Все остальные существа, они, если обладают бессмертием, вот, скажем так, условным, которое исходит от самого Бога. Вот что произошло в тот день? В тот день, когда они разорвали отношения с Богом, они разорвали отношения с Богом. Как источником. Да, разорвали свои отношения с тем, кто даёт им вот эту вот жизнь, даёт им вечную жизнь. Поэтому можно сказать, что в тот момент оно действительно исполнилось буквально. То есть, они утратили ту жизнь, которую они имели. И вот эта смерть, она начала царствовать в этом мире. Ну, а любое, тогда я задал вам вопрос о непослушании, тогда вопрос таков, а любое ли не послушание Богу ведёт человека к смерти? То есть, когда мы нарушаем Божью волю, соответственно, мы становимся преступниками перед Ним. И как правило, как вот вы сказали в самом начале, наказание за грех, плата за грех является смертью. То есть, получается, что когда мы приступаем к Божью волю, мы само собой пожинаем эти плоды. И плод греха – это смерть. Ну, а почему всё-таки Господь предъявляет обвинение в первую очередь не к Еве и Адаму, потому что они согрешили, обвинение змею? Давайте мы прочитаем 14-15 текст из 3 главы книги Бытия. «И сказал Господь Бог змею, за то, что ты сделал это, проклятый, пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоём и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем её. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Почему всё-таки не человеку первое обвинение, а змею? Ну, Господь знает источник зла, зачинщика зла, поэтому Он обращается к нему, потому что от него всё это исходило. Да он был началом этого зла, и он искусил. Ну, тут мы видим, что Бог произвёл такое, как бы, разбирательство или суд. Хотя, конечно, Он знал с самого начала, что произошло там, и Он сначала задаёт вопрос Адаму. Адам всё это переводит на Еву, Он задаёт вопрос Еве. И после того, как Ева указывает на змея, как на того, кто искусил её, Господь задаёт вопрос, вернее, говорит эти слова змею. Но что интересно? Интересно то, что человек, ни Адам, ни Ева, они не были прокляты из-за этого греха, а проклят был змей. Вообще само проклятие, оно имеет в себе вот эту вот идею отделения от Бога и идею гибели. То есть тот, который проклят, он обречён, по сути дела, на гибель. И вот смотрите, Бог свою любовь проявляет в том, что Он не проклинает Адама, не проклинает Еву. Он говорит, проклята земля за тебя. В поте лица ты будешь питаться от неё и во все дни жизни твоей. Но сам человек, он не под проклятием. И в этом большая надежда. А чем объяснить вот это обетование о прощении согрешившим? Бог проявляет таким образом к человеку милость, благодать. То есть вот первый момент в Эдеме была проявлена вот эта величайшая Божья благодать к человеку. Но вы знаете, тогда возникает очень серьёзный вопрос. Вы сказали милость, вы сказали благодать, мы говорим о любви. Можно ли тогда любовью, милостью к этим двум первым людям, Кадаму и Еве, объяснить вот эту всю трагедию миллионов, миллиардов, которые сегодня страдают, переживают, болеют и умирают? То есть вы хотите сказать, что лучше было бы, если бы… Возникают вопросы. Многие люди говорят, так не лучше ли было проявить свою любовь в том, ко всему человечеству, как раз убрать вот этих двоих, чем убирать сегодня, чем умирают сегодня, миллионы людей. Страдают миллионы людей. То есть нет ни одного счастливого человека, которого бы не коснулось боль, страдания, переживания и так далее. То есть можно ли объяснить, вот я полюбил двоих, а вот из-за этой любви сегодня страдают миллионы. Разве объяснима такая любовь? Ну, я бы сравнил это вот с чем. Представьте себе молодую пару, муж и жена, у них родился ребёнок. И врач приходит к ним и говорит, вы знаете, ваш ребёнок, он смертельно болен. Он говорит, не переживайте, у вас ещё будет очень-очень много других детей. То есть вы можете утешить из последствий. Но для этой молодой пары, вот этот вот ребёнок, который у них родился, он настолько для них дорог, он настолько любим ими, что они готовы, чтобы... Отдать свою жизнь, да? Отдать всё, что угодно. Чтобы только он был. Чтобы он жил, чтобы именно этот ребёнок продолжал существование. И пусть ему надо будет всю жизнь принимать какие-то таблетки или уколы, но главное, чтобы он жил. И это как раз говорит о их любви к этому ребёнку, да? Безусловной любви. Вот так и самого Бога. Это говорит о том, что он не изменяется, он не делает каких-то исключений, он любит без остатка. Он уже отдал сына своего за этих согрешивших первых людей, за двух согрешивших. Он отдаёт. Он готов отдать. Отдать себя, но чтобы спасти. Ну, то есть осуждение Евы и Адама всё-таки было, да? Вы сказали, что хотя предъявляет Бог обвинением змею, однако осуждение для человека тоже было высказано Господом. Ну, конечно же. Конечно, когда мы читаем, что умножаю, умножу скорбь твою, в поте лица ты будешь питаться от земли, это есть своего рода осуждение и наказание. Но нельзя назвать это наказанием в полном смысле слова, потому что наказание за грех — это смерть. И те трудности, которые мы встречаем в нашей жизни, это не есть по-настоящему наказание, наказание за грех. Мы не можем расплатиться за наши грехи теми проблемами, которые мы там имеем в своей жизни. То есть это была бы очень маленькая оплата, маленькая оплата за грех. Посмотрите, я знаю отца, который за непослушание сына заставлял его либо оббегать несколько кругов вокруг дома, либо отжиматься. Армейский метод. Да, вот такой. Кажется, вроде бы, с одной стороны, это и наказание, но в то же самое время оно не было во вред самому сыну, а наоборот его делало сильнее. Созидало его. Быстро летит время, заканчивается время нашей программы. Я благодарен вам, друзья, за участие. Действительно, читая Священное Писание, мы находим удивительные слова. Ибо так возлюбил Бог каждого из нас, чтобы каждый из нас по своей вере имел эти добрые отношения с Богом, чтобы мы не умерли, не ушли просто в небытие, как думают многие люди, но чтобы каждый из нас имел жизнь вечную, потому что Бог любит нас. И там еще в Едеме Бог дал удивительное обетование для всего человечества о том, что Он продолжает оставаться на нашей стороне. Это дарует надежду, это вселяет силы для того, чтобы идти дальше, преодолевая все эти искушения и видеть все эти страдания, которые встречаются на нашем пути. Мы можем сегодня быть верными Богу, потому что Бог дарует для этого силы. Мы можем сегодня не грешить, потому что Бог на нашей стороне. И Господь желает, чтобы сегодня действительно мы могли подумать о прошлой жизни и думать о новых отношениях с Богом, таких отношениях, за которые нам не было бы стыдно. Пусть добрый Бог благословит в нашем стремлении соединиться с Богом и, наверное, иметь возможность единения с другими людьми и выполнить ту миссию, которую Он даровал каждому из нас. Мы желаем Вам Божьей благословения, всего доброго и до скорой встречи на программе «Познаем истину». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok